Многоуважаемые коллеги, сегодня у Белорусской терапевтической школы праздник. Мы открываем на земле Беларуси первую конференцию Евразийской ассоциации терапевтов и одновременно проводим девятую школу практического кардиолога, которая является своеобразным брендом третьей кафедры внутренних болезней Белорусского государственного медицинского университета. Слово для открытия этой конференции для меня огромная честь. Предоставить заместителю председателя Президиума Национальной Академии Наук Беларуси члену-корреспонденту Национальной Академии Наук Беларуси Сукало Александру Васильевичу. Аплодисменты Председатель Президиума Национальной Академии Наук я приветствую вас в стенах Национальной Академии. Думаю, что работа ваша будет весьма продуктивной. Тем более, что болезни системы кровообращения, особенно в сочетании с коморбидной патологией, ассоциируются с повышенной смертностью от всех причин. С частыми госпитализациями, проявлениями полиорганной недостаточности, требует более высокого уровня подготовки врачей-терапевтов в связи с необходимостью применения высокотехнологичных диагностических подходов и индивидуализации лечения пациента. Первая конференция Евразийской ассоциации терапевтов и Республиканская научно-практическая конференция с международным участием 9-я школа практического кардиолога организована сотрудниками 3-й кафедры внутренних болезней Белорусского государственного медицинского университета при участии отделения Медицинских наук Национальной Академии наук Беларуси и Евразийской ассоциации терапевтов. Школа практического кардиолога занимает высокие позиции в рейтинге республиканских научно-практических конференций. Объединение ее проведения в 2014 году с первой конференцией Евразийской ассоциации терапевтов открывает новые перспективы для дальнейшего научно-практического сотрудничества между терапевтическими школами стран Евросоюза. В своих выступлениях докладчики из нашей страны, Российской Федерации, Казахстана сделают акцент на современных аспектах диагностики, лечения, профилактики и реабилитации пациентов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания и коморбидную патологию, изложат проблемы профилактики внезапной сердечной смерти, течения острых кардиоваскулярных событий у лиц с коморбидной патологией, показания к кардиохирургическим вмешательствам при коморбидных состояниях, а также особенности введения кардиологических пациентов с анемией, заболеваниями почек, эндокринной и инфекционной патологией, хронической обструктивной болезни легких при беременности и после трансплантации органов. Очень важно, что доклады конференции в онлайн-режиме будут транслироваться российским информационно-образовательным порталом для пользователей, для более чем 50 тысяч врачей-пользователей со всего мира. Выражаю уверенность в успехе вашей конференции, желаю вам плодотворной работы, крепкого здоровья и всяческих успехов. Спасибо. Спасибо огромное, уважаемый Александр Васильевич. Уважаемые коллеги, позвольте слово для приветствия от Министерства здравоохранения предоставить начальнику главного управления организацией медицинской помощи Богдан Елене Леонидовне. Пожалуйста, Елена. Добрый день, уважаемые участники и гости. Разрешите обратиться к вам и зачитать приветственный адрес министра здравоохранения Василия Ивановича Жарко. Уважаемые участники и гости первой конференции Евразийской ассоциации терапевтов и Республиканской научно-практической конференции с международным участием 9-я школа практического кардиолога «Фокус на коморбидность». Здравоохранение и медицинской науке уделяется пристальное внимание. Так как сохранение и укрепление здоровья населения доступно с медицинской помощи, внедрение современных профилактических подходов и методик лечения является главными задачами отрасли в социально ориентированной политике нашего государства. За последние годы в Республике произошли положительные изменения в демографической ситуации. Мы практически вышли на положительный естественный прирост. И сегодня основной задачей становится увеличение продолжительности жизни. Несмотря на положительную динамику, болезни системы кровообращения доминируют в структуре заболеваемости и смертности населения, как в нашей Республике, так и в других странах Евразийского Союза. На фоне постарения населения закономерным является именно коморбидность, сочетание кардиоваскулярной патологии с заболеваниями других органов и систем, что существенно изменяет характер течения основного заболевания, осложняет диагностический поиск и подходы к фармакотерапии. К сожалению, это приводит к частым, иногда необоснованным госпитализациям, значительным затратам на диагностику и лечение, к полипрагмазии. Здесь необходим единый научно-практический подход. Отечественная кардиохирургическая школа всегда была одной из самых сильных и уважаемых в научных кругах. Примером тому проведение конференции в стенах Высшего научного учреждения Республики Национальной Академии Наук. Важный вопрос – приверженность пациентов к лечению. С позиции социальной защищенности граждан мы много внимания уделяем доступности современных лекарственных средств, прежде всего за счет развития белорусской фармацевтической промышленности. Аккредитация нашего производства в соответствии с международными стандартами качества GMP. Нашими предприятиями сегодня выпускается практически вся линейка кардиологических препаратов. Благодаря государственным программам, в том числе программе «Кардиология», развивается кардиохирургическая помощь в регионах. По количеству выполняемых сложных и высокотехнологичных вмешательств в кардиохирургии мы сравниваем себя со странами Евросоюза. Но необходимо повышать грамотность врачей, прежде всего врачей первичного звена, терапевтов, врачей общей практики и кардиологов. Наша задача – ознакомить как можно больше специалистов с новыми подходами и знаниями. Поэтому интернет-трансляция докладов с вашей конференции на регионы Республики Беларусь и в зарубежные страны с использованием телемедицинских технологий должна быть взята за основу как лучшая модель проведения конференции. Уважаемые коллеги, благодаря вашему профессиональному опыту и знаниям уже сегодня удалось добиться серьезных успехов в снижении смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний. Но многое еще и необходимо сделать. Вам предстоит обсудить вопросы диагностики и лечения болезней системы кровообращения при сочетанной патологии. Поделиться своим опытом. Позвольте выразить благодарность Евразийской ассоциации терапевтов за поддержку идеи проведения первой конференции на белорусской земле. Мы уверены, что это будет содействовать взаимопониманию и укреплению профессиональных связей и способствовать сотрудничеству в медицинской и научной сфере между нашими государствами. Примите искреннее пожелание здоровья, счастья, благополучия и профессиональных успехов. Министр Василий Иванович Ларко. Спасибо огромное, Елена Леонидовна. Мы очень надеемся, что нашу благодарность вы передадите министру здравоохранения. Многоуважаемые коллеги, у нас присутствует в президиуме ректор Белорусского государственного медицинского университета Анатолий Викторович Сикорский. И мы тоже надеемся на его приветственное слово. Спасибо, уважаемая Анатолия Павловна. Уважаемые коллеги, от имени учреждения образования Белорусский государственный медицинский университет разрешите всех приветствовать в этом зале. Сказать огромное спасибо организаторам, в первую очередь Академии наук и сотрудникам третьей кафедры внутренних болезней нашего университета. Хочется пожелать огромных успехов, здоровья и благополучия. Спасибо.